Помните, я в прошлом видео, которое я снимала неделю назад, говорила, какое счастье, москвенки не скончились дождей, в Москве распогодилось? Забудьте. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, девчонки. Я уже сижу, я уже позавтракала, как вы могли заметить. Сейчас буду собираться на тренировку, сейчас у меня немножко завтрак. Перевариться, чтобы не на полный желудок идти, и пойду на тренировку. В Москве опять пасмурно, я сегодня опять еле... Просто еле открыла глаза. Ну, кстати говоря, я еле открыла глаза за 20 минут до своего будильника. Я ещё не стала... 8 с копейкой, будильник был на полдевятого, а я ещё не стала прям нормально. Это всё потому, что я снова, слава богу, наладила свой режим. Я вам рассказывала то, что у меня были какие-то проблемы со сном, голова болела, кошмары снились, сейчас вроде всё в порядке. Вот, наладила я свой режим. И знаете, я очень сильно... Потому что я ставила себе в привычку, наверное, последние дня три. Я просто живу на авиарежиме, на телефоне. Я не захожу ни в какие социальные сети. Я стараюсь проверять телефон где-то, наверное, три раза за день. То есть с утра, где-то в середине дня и где-то часов так вот в 7-8. Всё, дальше у меня авиарежим, дальше меня нет. То есть если у меня там ничего как бы такого не случается, потому что мне приспичивает что-то выложить в социальную сеть, если как бы всё спокойно, я стараюсь просто не заходить. Три раза в день я поняла, что мне вполне достаточно проверять телефон, чтобы держать связь со всеми, с кем мне нужно держать связь, чтобы проверять рабочую почту. Что я заметила за вот это небольшое количество дней, во время которого я реально вот живу на режиме самолёта. Я стала гораздо спокойнее. У меня резко просто вот как-то за прям вот буквально за день снизился уровень тревожности. Не то, чтобы я не знаю о последних новостях в мире или ещё что-то. Нет, я за этим всё слежу. То есть я захожу в телефон, я это всё равно всё проверяю, но у меня пропала какая-то маниакальная зависимость от гаджетов. То есть, знаете, у меня всё равно вот так вот рука тянется. Я вот так вот как бы разблокирую телефон и вижу, что сети нет. И у меня как-то пропадает желание выключать авиарежим, там специально куда-то лезть в какую-то социальную сеть, чтобы прочитать новости, чтобы просто ленту полистать, как-то потупить в телефон и так далее. Я такая смотрю, ага, сети нет, всё, выключаем, убираем назад. У меня наладился сон, у меня снизился уровень тревожности, у меня появилось больше свободного времени. Просто, знаете, не то, что появилось больше свободного времени, скорее больше появилась какая-то сосредоточенность на делах, на важных делах, на учёбе, на работе. То есть, я, знаете, даже вот когда сижу, монтирую какой-то ролик, мне приходит какое-то сообщение или уведомление, или просто, вы знаете, у меня рука машинальная, голова немножко устает от монтажа. Я телефон хватаю, типа, чтобы полистать ленту на пару минут, просто чтобы переключиться, могу зависнуть на час. То есть, сейчас я этого не делаю. Я также беру машинальный телефон, опять вижу, что нет сети, убираю назад до тех пор, пока я вот то дело, которым занимаюсь, я им не закончу. Я могу переключиться, я могу встать, походить, подышать там свежим воздухом, открыть форточку, поиграть с котом, с кем-то поговорить, почитать книжку, сварить кофе, всё, что угодно. Но только не телефон. Это мне дарит гораздо больше спокойствия, я реально переключаюсь, и я заметила то, что я после вот такого перерыва, не после телефонной паузы, а после реально какого-то перерыва смены деятельности, вообще, вообще чувствую себя гораздо лучше. Даже если у вас какая-то важная там реальная работа или учёба и так далее, постарайтесь найти хотя бы, вы знаете, но не проверяйте там не три раза, проверяйте пять, вот пять раз в день телефон проверяйте, допустим. Найдите для себя какой-то комфортный режим, там, допустим, раз в полтора часа, поставьте себе будильник, и на эти полтора часа ставьте себе авиарежим. Знаете, это вот такая чисто психологическая штука, знание о том, что вы на эти полтора часа полностью свободны от какой-то лишней загруженной информации. То есть за эти полтора часа там вам никто не напишет, у вас не придёт ни какое-то такое, какое-то, не знаю, ненужное вам объявление, ненужное вам ещё что-то, вам никто не позвонит. То есть, не знаю, там, полтора часа перерыва, если вы раз в полтора часа будете проверять телефон, если там, не дай бог, что-то срочно случится, вы всё равно об этом узнаете, это не такой большой там промежуток. Но голова ваша просто разгрузится процентов на 200. Это действительно огромная такая психологическая пауза просто для отдыха. Это вот такая привычка, которую я внедрила буквально, да, как я сказала, уже пару дней назад, но которая мне такое удовольствие дарит, это просто. Я также со всеми общаюсь, с кем мне нужно общаться, ещё что-то. То есть, не знаю, у меня в моей рутине ничего не страдает, ни общение, ни работа, ничего. Но то, что я знаю, что я иду на тренировку, я там включаю музыку, аудиокнигу, какую-то лекцию, и я точно знаю, что меня никто не потревожит, то есть вот у меня отмерено два часа на тренировку, ну, я имею в виду вообще два часа в целом, прийти, уйти, в сауну сходить, в душ сходить, то есть вот два часа у меня в целом уходит. То есть вот реально на эти два часа я остаюсь наедине с собой, то есть это я, какая-то книга, лекция или просто мои мысли, и то дело, которым я люблю заниматься. Просто попробуйте, серьёзно, это имеет просто вау-эффект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помыла голову, и я когда... короче, никуда мне в ближайшие дни не надо, я обычно волосы не укладываю, они у меня вот так вот просто сохнут сами по себе, а потом я, если что, просто чёлку вытягиваю, укладываю, как мне надо, и всё. Позоветовала мне подружка, давно ещё советовала попробовать вот эту вот витаминную серию с фикс-прайсом. Я попробовала такой вот АЕ-витамин, она говорит, что вообще это стоит копейки, по-моему, 77 рублей стоит крем или 55, ну, в общем, до 100 рублей что-то. И она говорит, я ещё купила себе все-все вот эти вот буковки витаминные, супер-линейка. Короче, я попробовала, мне не зашло, скажу сразу, потому что у меня вот я вам покажу раз, два, тут вот три, четыре, пять, вот здесь вот, вот здесь вот. Ну, короче, у меня пошли прыщи от этого крема, я как бы грешу на крем, потому что в моей пищевой среде тренировочной, в общем, ничего не поменялось, просто я на тренировку стала таскать не свой крем, а вот этот вот, потому что, ну, во-первых, удобней. Я начала мазаться три раза в неделю тренировку, получается, три раза в неделю я его использую, и, короче, вообще, ну, так-то он вроде пахнет ничего. Снимает следы усталости, стресс, содержит антиоксиндант и повышает эластичность кожи, условия хранения, б-б-б. Он был в коробке, на коробке, наверное, был состав, потому что на самом тюбике состава нет, но, в общем, я его теперь использую только на руки, потому что на лицо, ну, повторюсь, вот эта вот прям вообще история мне супер не нравится. О чём я вам с вами ещё так хотела, не знаю, поболтать? Так как я назвала это видео «Мои привычки», да, знаете, это не то, что какие-то там привычки реальные, новые, там, не знаю, мои, что я там пробую из-за разряда «Больше тренируйтесь, пейте воды» и так далее, нет. Я немножко за собой заметила некоторые изменения в моём мышлении. Меня на эту волну натолкнуло то, что сейчас мне очень часто снова стали попадаться видео, вообще вот эта вся тема, посвящённая там карте желаний, визуализации. Я карту желаний вообще никогда, условно говоря, делать не пробовала, я помню, как-то пробовала делать что-то наподобие из разряда в виде заставки на компьютер, но это, знаете, это даже не то, что была какая-то моя там карта желаний, это просто был набор красивых картинок из Пинтереста, которые мне визуально нравились, там вроде как были изображены там как бы предметы, ну, в общем, типа а-ля карта желаний, но нифига, как бы я там над ней сильно не парилась. Недавно наткнулась на видео какой-то девушки, которая рассказывала вообще, как делать эту карту желаний, там куча правил о том, что у вас там энергетический поток, мысли должен быть открыт. Ну, в общем, я не спорю, я в этой теме вообще ничего не знаю, не пробовала, но я за собой и вообще в целом, как-то я пришла к такому выводу, чтобы, там, не знаю, ваши желания, какие-то ваши цели сбывались, вы точно должны знать, чего вы хотите. Это, вы знаете, из разряда надо плыть по течению, но плыть по течению в конкретную сторону, вот, ну, условно говоря, надо вот это вот течение как-то форсировать, то есть надо не просто там плыть вот в этой реке жизни, включая философа, там, а просто, ну, знать, что в конце там вот что-то есть, ты вот к чему-то вот какие-то эти усилия ты прикладываешь реально для чего-то. Я вот так за собой заметила о том, что я, например, точно, вот прям на 100% знаю, в какой сфере я хочу реализоваться, каким образом я хочу зарабатывать деньги, что мне приносит удовольствие, вообще, да, какой профессией я хочу заниматься. Я точно знаю машину своей мечты, марку, модель, цвет, комплектацию, цену, всё. Я точно знаю, какую породу собаки хочу себе завести, сколько эта собака стоит, сколько стоит её содержать в месяц, там, особенности породы, там, ну, вот, знаете, какие-то такие моменты. Но, например, про свою личную жизнь, про которую я вообще вам в целом мало что рассказываю, потому что, ну, считаю это всё-таки личным, я могу сказать так о том, что я вообще не знаю о том, допустим, какой мужчина мне нужен рядом. То есть, знаете, есть там какие-то базовые, там, даже не знаю как, характеристики из разряда там, ну, там, не знаю, обеспеченные, чтобы уважал, чтобы любил, ну, я не знаю, правда, ну, что-то такое, вы знаете, любил, не бил, помогал, ещё там что-то. Но конкретно, знаете, реально есть люди, которые, вот, ну, не знаю, им какой-то актёр нравится. Вот у меня никогда не было такого, чтобы я фанатела по какому-то конкретному актёру. Те актёры, которые мне нравятся, это не пришейка были хвост из разряда о том, что у них у всех разные типажи, у них у всех разные характеры, мне никогда не нравились только, там, плохие, там, какие-то мальчики из разряда, хорошие мальчики, то есть, ну, нет такого, то есть, мне реально, там, допустим, в кино, в сериале, я могу в одном сериале симпатизировать одному актёру, который, допустим, играет негативную роль, в другом сериале могу симпатизировать тому, который играет хорошую роль. Ну, в общем, это всё, знаете, как-то происходит на каком-то внутреннем уровне. Я поняла о том, что для меня сейчас настолько важно самореализоваться, то, что я настолько сейчас кайфую от того, что я учусь, учусь впервые, впервые за свои 20-го года на ту профессию, которой я реально хочу заниматься, ту сферу, в которой я реально хочу реализоваться, вообще то, что я хочу сделать, как бы, да, делом, которое приносит мне не только моральное удовольствие, но и финансовую какую-то благополучность. И я вот прям, не знаете, я прям загорелась, то есть в каждый момент времени нам нужны разные вещи. Просто иногда бывает, мы зацикливаемся на какой-то мысли, не потому что нам что-то нужно, а потому что, допустим, нам так диктуют там какие-то наши родные, друзья, общество, то есть вот такое, знаете, что-то навязанное извне. Кстати говоря, это уже такая же ситуация неопределённость у меня с местом жительства. Вот как бы я не тороплюсь съезжать от родителей, потому что, во-первых, у меня с ними прекрасные отношения, мы никогда ни в коем случае никто друг друга не напрягаем, я не такой человек, который там каждый день водит друзей, парней, ещё кого-то, нет. У нас вообще всё тихо, спокойно. Покупать отдельное жильё в Москве — это вообще копеечка такая приличная. Снимать жильё, платить кучу денег в месяц постороннему дяде просто, чтобы жить отдельно. Я это не считаю разумным. Это, во-первых. Во-вторых, повторюсь, у меня на теме жилья, место жительства, тоже полный перекатик поля. Я не знаю вообще, где я хочу жить в перспективе. Знаете, вот там, я не знаю, есть люди, которые мечтают жить на берегу моря, или которые, вот, говорят, всё, вот я вырасту, я хочу жить в своём доме. Или, наоборот, люди, которые только городские, они говорят, вот, мне нужна только квартира, мне нужен там самый шумный такой квартал, мне нужно вообще такое место в городе, где я могу чувствовать вот эту жизнь. Я вообще не знаю. Я не знаю, где я хочу жить. То есть много очень таких нюансов. И я абсолютно, допустим, знаете, ну, вот, не знаю, как реально объяснить, но вот, допустим, смотрите в какой-то интерьерной Пинтересте, и попадается вам вот такая картинка, и вы такие думаете, блин, это моя мечта, всё, вот я хочу здесь жить. То есть там, не знаю, какая-то ванная в каком-то стиле, или гостиная, спальня, у меня вообще полный разброс и шатание. Я могу вообще сохранить любой. Я даже когда в Сим сыграю, я могу вот, ну, настолько вразно, вот, ну, не знаю, ну, вот, не знаю, как объяснить, вот просто, ну, нет никакой определённости. Поэтому, знаете, вот в качестве сферы жизни, да, я повторюсь, я говорю, вот, я знаю, чем я хочу заниматься. И я поняла о том, что вот в последнее время я как-то начала реализоваться в этой теме. То есть я точно знаю, чего я хочу. И когда ты точно знаешь свою цель, то ты и путь к ней видишь как-то более чётко, что ли. Ты знаешь, что тебе нужно делать. Когда ты вообще не знаешь, что ты хочешь, для чего тебе это нужно, вообще нужно ли оно тебе в принципе, ты, возможно, даже неосознанно будешь делать всё для того, чтобы вот конкретно от этой сферы в данный момент держаться подальше. В общем, для чего вообще вся эта моя сейчас тирада? Какую привычку я за собой выработала? Вообще, что я вам хочу сказать? О том, что когда мы видим какую-то красивую жизнь и какую-то красивую картинку в Инстаграме, о том, что там кто-то женился, родился, купил себе дорогую вещь или ещё что-то, мы должны понимать о том, что мы, мы и вот этот человек на фото абсолютно два разных. И я очень люблю повторять одну фразу, смотря на чужую дорогу, своей вы в жизни не найдёте. То есть, да, вот вы идёте, ну, грубо говоря, прямо, осмотрите на другого человека и думаете, блин, какая у него шикарная тропинка. Жёлтым кирпичом, цветочки по бокам, ёлочки, лавочки, вообще шикарная. И вот вы смотрите на эту тропинку, потом поворачиваетесь, вот, да, на свой путь, а он весь в дебрях. И вы никогда эти дебри не разгребёте, пока будете смотреть в сторону. Положая реально руку на сердце, я могу сказать, что я никогда никому не завидовала. Я вот, не знаю, я обсуждала этот момент как-то со своей подругой, я читала много книг и вот про тему зависти, как она нас отравляет. И я поняла, к своему большому реальному удивлению, о том, что у меня никогда не было мысли из разряда «Блин, почему она, а не я?» «Почему у них так у меня по-другому?» Вот эти вот мысли, которые вот реально я называю мысли-паразиты, их нет. И у меня не то, чтобы... У меня всегда было доверие к жизни, и вообще доверие к судьбе. Я всегда говорила вам о том, что я супер верующий человек. Верующий человек не в плане там... Я верю вообще во всё. Я верю вообще, в принципе, в какие-то высшие силы, в том, что у нас каким-то образом всё равно какие-то там, не знаю, материальные блага, та же самая карма, вот этот закон бумеранга, про которым я вам твержу в каждом видео, вот они как-то распределяются, но потому что это реально так, иначе бы мир у нас просто рухнул, мне кажется, если бы вот абсолютно всё было вот чёрти как. Не знаю, это моя точка зрения. Я вам её ни в коем случае не навязываю, я вам просто вот транслирую такую простую мысль. Возьмите себе за привычку не то, что там не завидовать, а вообще в целом внимания не обращать на других людей. То есть не то, что не обращать внимания, а, ну, не знаю, воспринимать их как декорации к вашей собственной жизни. Вы знаете, вот эта вот классная песня из «Молодёжки», я в этом фильме главный актёр, я в нём сценарист, я режиссёр. Относитесь к себе как к главному герою какого-то фильма, к сериала. Романтизируйте свою жизнь, не драматизируйте, романтизируйте, это важно. И действительно относитесь к другим людям как к декорациям. Как к декорациям и... Ну, не знаю, возможно, это звучит грубо, но я думаю, вы меня поняли. И не то, что как к декорациям, а как, не знаю, каким-то таким факторам, которые призваны в эту жизнь для вас, чтобы вас, во-первых, чему-то научить, чтобы вам что-то показать, чтобы донести до вас какую-то мысль, какая-то, знаете, не знаю, проекция. Вот не знаю точно, как это описать, но я действительно взяла за собой привычку такую о том, что если там у кого-то что-то хорошее случается, я искренне за человека радуюсь. И как бы я такая думаю, блин, было бы здорово. Но я понимаю, что сейчас, допустим, к этому конкретному событию я не готова. И я такая думаю, блин, там, ну здорово. Но я понимаю, что мне сейчас это не нужно, и я с каким-то, не знаю, предвкушением, с каким-то, я не знаю, с каким-то, не знаю, наверное, всё-таки доверием жизни Жду, когда какое-то хорошее событие Которое важно мне случится со мной Не точно такое же, а вот именно то, которое надо мне То, к которому я стремлюсь То, к которому я ставлю свою цель Поэтому я не знаю, действительно Напишите мне Поняли ли вы, о чём я говорю Я надеюсь, что я вам хоть чуть-чуть Смогла реально донести Эту мысль, прежде чем чего-то хотеть Реально подумайте о том, нужно ли оно вам сейчас А что конкретно вы хотите И так далее Да, философ, размышлитель Для меня, конечно, тот ещё Так Я только что Красила себе брови Только что вот я прям краску смыла Сейчас мы их гелем зафиксируем Кстати говоря, напишите мне в комментариях Интересно ли вам о том, как я крашу брови Я это делаю всё в домашних условиях Просто, не знаю Очень просто, очень легко Вообще, мне кажется, любая девочка с этим справится Потому что я с бровями То же самое, что и с чёлкой Я как-то походила на брови Сказала спасибо Я лучше сама Потому что несколько дней потом держатся вообще вот эти чёрные ужасные брови Я это жутко не люблю У меня прям истерика начинается Потому что как бы я достаточно светлая А так вот видите, прям вообще практически нет никакого различия с краской Брови у меня немножко только теплее, чем цвет волос Но это в течение дня Сейчас они... Ой, ой, солнышко, солнышко Сейчас они в течение дня В общем, как сказать, скомпонуются Для меня покраска... Вообще укладка бровей Это вообще что-то на элементарном, так сказать Мне кажется, это вообще может любая девочка сделать Как бы... Я не делаю там ламинирование Я только делаю коррекцию и прокраску волосков Вот, в принципе, ламинированием тоже можно запариться Но меня абсолютно не напрягает Просто с утра укладывать брови гелем Потому что вот этот гель от Artvisage Нашумевший, супер-пупер крутой Который ваши брови фиксирует просто, мне кажется, намертво Он вообще стоит копейки У меня их очень много Я их в золотом яблоке, вы знаете Штуки по 4, по 5 набираю Они у меня лежат И как бы абсолютно нет никакой проблемы Поэтому если вам будет интересно Как, какой краской я крашу брови Я вам всё покажу Возможно, ролик отдельно сниму Возможно, в облоге в каком-то В названии укажу Или там, не знаю В обложку это добавлю Ну, в общем, вы поймёте о том, что тут будет про брови Вот Этим временем занимаюсь очередной домашкой По нутрициологии Вот такой вот у меня кейс на сегодня Можете почитать Вот, можете ознакомиться Вот у меня, видите, задание Нужно ответить на вопросы И вот тут указано о том, что не надо ничего рассчитывать А просто составить, в общем, сбалансированный полезный рацион На основе предпочтения клиента Вот я тут начала Но это не всё Это я прям только что села Это не все мои рекомендации Сейчас ещё буду писать Вот только меню Начала составлять Только завтрак пока что написала Вот Поэтому так вот В целом, всё, что я вам рассказывала в предыдущем влоге Про площадку, да, про ошибки в презентации Про вот это всё Я во всём этом написала в чат Написала куратору Вроде как они сказали То, что они отреагировали То, что они там возьмут эту презентацию На перемонтаж, на перепроверку Ну, как бы это надо делать сразу Потому что, да, повторюсь, деньги немаленькие Народу дофига, которые этот курс проходят И раз вы, ну, позиционируете свой курс Как для людей без медицинского образования То вы должны вообще очень внимательно Всю информацию проверять Всю информацию структурировать Чтобы у людей возникало минимум вопросов Потому что, я повторюсь Когда был первый блог про физиологию Про процесс пищеварения Я вообще в этом не бум-бум Я вообще этого не знаю Но при этом лектор был потрясающий Лектор всё настолько корректно Настолько понятно объяснил То, что к нему вопросов никаких нет А вот то, что дальше непосредственно связано С питанием Там прям, ну, многовато ошибок В целом, вот эти все кейсы Вот эта вся домашка Она очень интересная Мне прям нравится смотреть Выникать, какую-то полную литературу Штатии Читать про все эти болячки Про питание Во время этих болячек Потому что Вчера Нет, позавчера Был семинар С девочкой С нутрициологом Я её погуглила Как я поняла Могу ошибаться Но вроде как я нагуглила О том, что у неё нет Медицинского образования Она проходила курсы По нутрициологии На трёх разных площадках У неё достаточно большой опыт Она рассказывала Про клиентов Вообще Про то, как она строит С ними диалог Про свою работу И мне очень понравилась Эта девочка Ну, сразу, знаете Есть люди, которые Прямо к себе располагают Очень она понятно Всё объясняла Мы с ней там тоже поговорили Ну, как Даю задание на группу Группа вся молчит Вот меня, конечно Всегда тоже такие люди удивляют То есть, как бы Вы платите деньги Вы приходите на курс Но при этом Вы, как бы Ну, не сильно участвуете Просто обычно Вот всегда На этих семинарах Участвую я И ещё пара человек Остальные все Как правило молчат Ну, это как бы Дело каждого Вот, но Отвечала я Кейс Мы с ней так поговорили Она мне объяснила Какие она у меня ошибки увидела Я это взяла себе на заметку Ну, в общем, повторюсь Очень мне понравился Вот этот вот Живой диалог С человеком, который Реально это практикует У которого нет Медицинского образования Точно так же, как у меня Но который просто Вот реально варится Интересуется И очень, кстати говоря Неплохо знает С темой питания Поэтому я пошла Делать дальше домашку И, если что, вам покажу Что у меня там получится А потом, после проверки Если вам будет интересно Покажу там Комментарии преподавателя И, вообще, какие ошибки она мне нашла Субтитры сделал DimaTorzok Мне понадобилась Такая небольшая вечерняя активность Просто невероятно срочно Потому что Я задолбалась У меня болит спина И у меня болят глаза И я, наконец-то, доделала этот кейс Просто изжога Меня она вывела Серьезно Я очень много статей Очень много информации Всякой прорвела Потому что вот изжога Оказалась реально самой проблемной Так что вот так вот Не знаю Все равно я в этом не уверена Я еще завтра с утра проснусь Посмотрю Только потом буду отправлять на проверку Потому что я сегодня Просто пропустила лекцию Не то, что я ее пропустила Рассчитана лекция на три дня То есть вот Она же в записи И рассчитывается то Что студента Я посмотрю в течение трех дней Поэтому, в принципе У меня время еще есть Просто я хотела Думаю сегодня Возможно, хотя бы конспект напишу Потому что я сначала делаю конспект А потом уже слушаю лекцию Как бы повторно целиком Потому что Потому что мне так удобнее Возможно, я делаю двойную работу Но я так лучше запоминаю Поэтому, собственно говоря Мне не сложно Время у меня на это есть Я на это специально его выделяю Поэтому делаю вот так вот Короче, я это хочу закрыть Потому что Все, у меня глаза сейчас На лоб полезут А я хотела сегодня еще Этот ролик помонтировать Поэтому я скорее Сейчас пойду что-нибудь поужинаю Возможно, выпью чаю И Начну монтировать Иначе я просто ничего не успею Сделать в срок Еще знаете, короче Какую мыслью хотела с вами поделиться Я вам много раз говорила О том, что я сейчас На тренировках Постоянно слушаю Какие-то лекции По психологии Лекции по истории По искусствам Короче, вот именно У меня тренировка делится на две части На силовую часть И на кардио И вот Когда идет силовая тренировка Я обычно очень сосредоточена Средотачиваюсь на своих мышцах На том, чтобы качалась Задействовалось То, что нужно задействовать И так далее И, короче, я вот в такие моменты Меня очень сильно почему-то раздражает музыка Раньше я всегда ходила заниматься под музыку Сейчас я Короче, мне нужно, чтобы со мной кто-то разговаривал Вот я за собой заметила то, что Мне невероятно заходят какие-то такие лекции Вот И смотрю не только лекции Смотрю видео Просто у других каких-то блогеров На психологические темы и так далее И вот в последний раз Слушала лекцию Ну, не лекцию Просто видео было у девушки У нее было немного подписчиков Просмотров Было немного на видео Да, сравнительно Но она сказала такую вещь Куда, собственно говоря Знаете Господи, как же она говорила Короче, видео было посвящено теме Энергетических дыр в нашей жизни То есть вот куда, допустим Та же самая вообще энергия жизни Женская энергия Ну, просто элементарно Наша энергия Которая мотивирует Которая нас заставляет Самосовершенствоваться Которая вообще заставляет нас двигаться вперед Потому что у каждого человека Есть такие своеобразные дыры Куда они эту энергию просачивают Теряют ее таким образом И просто вот Как бы, знаете Живут, так сказать Не на всю силу Вот она там Фу, слушайте Что-то у меня отдышка Отдышка Это все потому, что Вместо того, чтобы направить меня к неврологу Наша поликлиника Выписала мне Успокоительные таблетки Гоме Гоме остается Короче Буду требовать, чтобы мне невролога дали Ладно, другая история Вот И она, в общем, в своем ролике Затрагивала тему бывших отношений Мне это не очень актуально Но мне понравился сам подход То есть вот она говорила о том Что, допустим У вас были какие-то больные отношения с человеком Или, допустим Не знаю, что угодно Вы там Короче У вас был с вами рядом Долгое время тот человек Который заставлял пережить У вас какой-то эмоциональный всплеск Правило Негативный И Да, ну На это место Я, в принципе, думаю Можно поставить не только Там бывшего молодого человека А также каких-то ваших бывших друзей Или небывших друзей Ну, в общем Родителей Просто каких-то знакомых Которые в какой-то промежуток времени Возможно Заставили пережить Вас действительно какой-то сильный Эмоциональный всплеск Который вы Запомнили Надолго Допустим Расстались вы с человеком И прошло там Какое-то количество времени Достаточно Уже, допустим, там Пять лет И вы можете Неосознанно До сих пор Свою энергию Этому человеку транслировать Потому что в какой-то момент У вас вот этот эмоциональный всплеск Он как бы сконнектился С этим человеком И, допустим Вы не то, что Периодами его вспоминаете Не то, что там Периодами вы там Его забыть не можете И поэтому у вас Энергия растрачивается А просто Вот сам факт того Что мы неосознанно Можем в каких-то ситуациях Вести себя Более уязвленно Что ли То есть вот нас один раз Как бы, знаете Ударили Обидели Мы это запомнили И мы Это, как бы, знаете На какую-то мышечную память Вот есть мышечная память Я таким образом В музыкальной школе Ноты учила Вот я не могла Одновременно смотреть в ноты И играть на пианино Ну не получалось Я либо Вот так вот По каждой клавише нажимала Смотря в ноты Либо я учила Про произведение наизусть Вот так вот Как бы, да Чтение нот Вообще было не моё И то же самое и здесь То есть у нас есть Какая-то мышечная память Или, допустим, в танцах Вы можете не осознавать Что вы делаете Но при этом ваше тело Помнит какое-то движение И вы танцуете Вы запоминаете эти связки То же самое с нашей энергией То есть у вас повторяется Примерно какой-то такой же Болезненный момент Или хотя бы приближённый В общем, какой-то Триггерный случай И вы сами На своём сознательном уровне Уже давным-давно Там, допустим, про человека Про ситуацию забыли Таким образом Потенциально Энергию, которую вы должны Были, по идее, направить Там, в мирное русло В своё развитие Она просто сливается На то, чтобы Эти энергетические дыры Золотать Я не знаю, почему Но мне это настолько Откликнулось Не в том плане, что Я там какая-то травмированная Хотя, мне кажется Мы все травмированные По части Вот эту книжку читала летом Я вам тоже Про неё много рассказывала У меня вот тут Очень-очень много закладок Ребёнок в себе Должен обрести дом Стефани Шталь Вот тут вот очень много Про отношения с родителями Отношения Уже потом Как это всё транслируется Во взрослый мир И, кстати говоря Я вам скажу честно Я прочитала Ну, условно говоря Наверное Процентов 60 От этой книги Потому что Большая часть посвящена Негативному влиянию Которое мы запоминаем Вот как раз таки Из этой книги По чё там такая мысль О том Вот, ну, бывают иногда Вот такие Блин, почему я запоминаю Только плохое Или, допустим, ссоритесь Вы с человеком Предъявляете ему Какое-то нехорошее отношение К себе А он говорит Блин, ты чё такая злопамятная Ты почему только плохое помнишь Ты почему хорошее не помнишь Это всё не просто так Здесь вот в книжке Транслируется такая мысль О том, что Запоминать всё плохое Это наша Генетическая, так сказать Предрасположенность Которая идёт ещё От древних людей Потому что Древние люди Которые, да Совсем-совсем Вот древние Они должны были запоминать Опасных хищников Должны были запоминать Всякие опасные места Опасные коренья Опасные там ягоды Цветочки Лепесточки Которые они использовали Для пропитания У них не было времени Наслаждаться моментом У них не было времени Испытывать счастье Лечь на лужок Раскинуть ручки Греться на солнышке Они постоянно жили в опасности И вот ещё Как бы, да Вот с этих древних Прям совсем до исторических времён У нас Как наш фактор защиты Всё нам это вот так вот Передаётся То, что Если нам человек Сделал что-то плохое Мы это запомнили К сожалению Вот так работает наша психика К сожалению Положительные моменты Мы, да Каким-то вот образом Мы стараемся их запечатлеть Мы фотографируемся Мы там дневник ведём Посты какие-то выкладываем Для того, чтобы запомнить Негативный момент Много ума не надо Он как-то сам запоминается На корочку Это вот всё Потому что это вот такая вот Часть какой-то Вы знаете Безопасности Самозащищаемости В этом нет ничего странного И я просто За собой тоже заметила Тоже не знаю Привычку Непривычку Но я вообще в целом Себя вот так вот Знаете Беру И тормошу То, что когда происходят Какие-то ситуации Когда я испытываю эмоции Которые мне не нравятся Которые мне Как бы не близки Которые мне инородны И я иногда реально Вы знаете Испытываю какую-то негативную эмоцию Меня расстраивает Какое-то событие Незначительное Я реально вот Себя заставляю сесть И прям подумать Вот что там В моём прошлом Или там Страх за моё будущее Что конкретно заставляет меня Вот испытывать этот негатив Испытывать какой-то Страх Какой-то Там я не знаю Боязнь за что-то Переживание Дискомфорт То есть это вот Ну реально важно Потому что Если вы это Не будете в себе прорабатывать То вы действительно Погрязнете в этих Энергетических дырах Я не знаю там Кто во что верит Но на самом деле Вот у этой мысли Есть реально классный посыл Потому что действительно Все негативные эмоции Которые мы испытываем Они очень много энергии Из нас тянут Просто ну очень много И нужно иногда реально Просто вот сесть в кресло Выключить всё Создать себе тишину Не можете это сделать дома Уедьте куда-то в парк Закиньтесь какой-нибудь Релаксирующей музыкой В наушниках Просто сядьте И реально подумайте Допустим вот эти всякие Эмоции связанные с завистью Эмоции связанные со страхом Мне очень вот как бы Как сказать Мне очень свойственна Черта злопамятности Я всегда как бы Знаете шучу про то Что я овен И про то Что как бы Ну ситуация Типа проехали Проехали снова дружим А я вот действительно Всем своим близким людям Могу наверное По секундам сказать Кто когда мне там Какую-то нехорошую вещь сделал И опять-таки Я не то что как-то Позволяю этим ситуациям Влиять на текущий момент Но я их реально Вот в памяти откладываю Я не то что прям Как бы я не мстительная Я очень отходчивая Но при этом Меня лично Эти ситуации Начинают триггерить И мне лично Эти ситуации Доставляют какой-то дискомфорт И когда происходит Ситуация какая-то наподобие Я повторюсь да То что вот О первоисточнике Мы уже можем забыть А вот эти эмоции Как мышечная память На нас транслируются И мы как бы До сих пор там Не важно сколько пройдет лет Между ситуацией А И ситуацией Б Там два дня Год пять лет А оно вот так вот Незримой нитью Как вот Тащило из вас энергетику Так и будет тащить Поэтому вот я действительно Вот Наверное здесь тоже Очень сильно влияет То что я в последнее время Живу на авиарежиме Это добавило мне в жизни Какой-то осознанности Очень здорово Понизило мы уровень тревожности О том что я действительно Начала Анализировать свои эмоции Не просто вот я там Испытываю какую-то Негативную эмоцию Говорю так все Настя успокойся Это все фигня Ты сейчас зря Растрачиваешь нервы Успокойся Нет Так не работает Нужно просто действительно Сесть И подумать А почему Вот создать Эту логическую цепочку В какое время Вот Из-за чего Вот вас сейчас Так триггерит Из-за чего Вы испытываете Эту негативную эмоцию Потому что вот у меня Действительно Вот помимо Какой-то моей злопамятности Которая Вроде как на людях Не отражается Слава богу Я это очень хорошо Контролирую Научилась С возрастом Помимо всего этого Я постоянно Испытываю страх За свое будущее Я испытываю страх Не самореализоваться Еще что-то Это знаете Мне кажется Одна из распространенных Таких вот Каких-то ситуаций Которые тревожат людей Конечно Для кого-то Возможно Самореализация Это не важно Но для меня Это очень важно Я не смогу Вот просто сидеть дома Не смогу Просто там Не знаю Убирать посуду Квартиру Воспитывать детей Мне нужно чем-то заниматься Мне нужно Иметь какую-то связь С людьми Поэтому я наверное В каждом ролике говорю Насколько сильно я вас люблю Насколько сильно У нас вот это Вот это вот с вами Какая-то связь Насколько вы Просто крутая Азывчивая аудитория Потому что Это действительно За последний вот год Там сколько Чуть больше года Я активно веду Ютуб канал И насколько важно Чувствовать Вот эту Энергетическую Отдачу Вот как будто бы Я иногда Бывает Реально Зазря сливаю Свою энергию А ваша энергия Латает Мои дыры То есть Вы говорите о том Что я там Вас чем-то вдохновляю На что-то там Мотивирую Что я вам нравлюсь И как бы Вы получается Да Черпаете энергию От меня То есть Я вас там Побуждаю делать Какие-то полезные изменения Приятные В своей жизни В то же самое время Ваша энергия Которую вы мне Посылаете в ответ Она меня настолько Заряжает Она меня настолько Мотивирует И вот это реально Не знаю Не то что панацея Это реально помогает жить Вот так вот Поэтому Не знаю Действительно Попробуйте рефлексировать Это еще одно модное сейчас слово Типа Дышим маткой Медитируем Теперь еще и рефлексируем Но это реально важно Это Знаете Это Чем мне нравится Наша современность Чем мне нравится Современная молодежь По большей ее части То что Сейчас люди Действительно становятся Осознанней То что Мы действительно Копаемся в себе Копаемся в себе В хорошем смысле Мы копаемся Не для того Чтобы найти в себе Какие-то недостатки То что я там Какая-то не такая Или еще что-то Нет Мы копаемся в себе Чтобы найти Первый источник Наших каких-то Триггеров Наших каких-то проблем Проработать травмы Из детства Потому что Не бывает Идеальных семей Не бывает Идеального детства Не бывает Да много чего Вообще ничего Вот так вот Ничего не бывает Идеально Все оставляет На нас какой-то след И наша задача Сделать этот след Просто максимально Комфортом для нас Максимально позитивным Максимально сглазить Какие-то острые углы Поэтому я надеюсь То что За этот ролик Вы получили Мою положительную энергию Как всегда Бумеранг добра Он неизменно присутствует В каждом моем ролике Посылаем В мир В атмосферу Только позитивную энергию Все остальное Мы оставляем Кармен С этим прекрасно справляется Обязательно Ищите меня В других социальных сетях Я активно Супер активно Веду телеграм Меня там больше всего Ссылка на телеграм Есть в описании А также есть QR-код В конце ролика Ну и Такая интересная Социальная сеть С карточками С картинками С фотографиями На нее ссылка Тоже есть в описании Поэтому если вам Интересно посмотреть Меня еще на каких-то Других площадках То, как говорится Welcome Ну а я вас безумно люблю И прощаюсь с вами Очень-очень ненадолго Всего лишь до следующего ролика Который выйдет На следующей неделе Да, у меня ролики Выходят регулярно Раз в неделю Поэтому я тебя Долго скучать Не заставлю Поэтому обязательно Проверяй подписку на канал Пиши комментарий Ставь лайк Такая активность Она очень помогает Развитию канала Вам это Два клика А для канала Это огромная польза Поэтому обязательно Пишите комментарии Отвечайте на другие комментарии В общем Взаимодействуйте с каналом Если хотите Мне так немножко Помочь в его продвижении Ну а я вас безумно люблю Целую И прощаюсь с вами Ненадолго Всего лишь До следующего ролика Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok